Открытие выставки «Седьмое чувство», организаторами которой является Белорусская Ассоциация Творческих Людей, привлекло большое количество интересующихся искусством. На вернисаже нужно было подождать своей очереди, чтобы подойти к картине и рассмотреть ее внимательно. Хоть каждая из стен арп-пространства была украшена портретами, пейзажами, натюрмортами и другими работами, которые расположились в три ряда. Время от времени, чтобы показать весь потенциал и силу наших мастеров. И так как мастера, художники, они любят какие-то свободные темы, там они могут развернуться и показать всю свою глубину. И когда бывают такие возможности, мы делаем свободные выставки. Эта выставка, она свободная. Цель выставки заключалась в том, чтобы показать вот все творчество и ту силу, на что способны наши брестские художники. Рассматривая около 70 представленных художниками полотен, каждый зритель видит и понимает, каким разным и интересным может быть творчество. Различные направления живописи, смешение жанров и техник, буйство красок и сюжетов гармонично вписаны в свободную выставку. Брестские художники, которые поделились своим видением прекрасного, тоже присутствовали на открытии вернисажа. Есть такое понятие эстетический голод у людей. Я считаю, что человек должен напитываться красотой, эстетикой и культурой. В Бресте очень много талантливых людей, действительно талантливых, которые могут радовать наших гостей. А ведь задача художника именно радовать людей, именно отдавать вот эту частичку души, которую мы вкладываем в наши полотна. Посетившие выставку смогли не только утолить свой эстетический голод, но и наполниться чувством радости от увиденной красоты. Кроме того, у пришедших любителей живописи была возможность выиграть картину. На открытии выступали художники и рассказывали о своих работах, а также о том, что их вдохновило. Кстати, вернисаж «Седьмое чувство» позиционирует себя как шоу-выставка, потому как на ней выступали не только художники, но и брестские музыканты и писатели, которые подготовили интересную культурно-творческую программу. Сейчас такое время, когда просто одной картинкой очень тяжело удержать зрителя. Ему нужно дать атмосферу. И вот благодаря тому, что здесь будет какой-то интерактив с гостями, с людьми, которые пришли посмотреть работы, они могут полностью почувствовать позитивные мысли и добро, которые принесли сюда художники в своих работах, плюс они еще и покажут это лично. Прочувствовать в полной мере красоту и разноплановость выставки «Седьмое чувство» можно будет до 23 февраля включительно. Ирина Кузьмич, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.